...самые сильные, такие они урезаются в память. Вот для меня было большим счастьем иметь маленькую машинку из дерева. Полуфабрикат какой-то, который не носили ребята, которые уже отыграли в эти машинки. Когда брат родился, я ему подарил меч, который сам выстрекал. Ну и так далее, и так далее. Сейчас я смотрю на своего парня в 10 лет. И мне даже трудно не то, что сравнить, то, что совершенно практически, если бы не мама, не читает книг, вот эти гаджеты и так далее. Но и это меня не так беспокоит, это время такое. Я пытаюсь задать вопрос на сегодняшний день. Вот 90-е годы были, чем для меня памятные? Эти годы были моими, советскими, теми, которые я понимал. Я понимал, что трудно, но я их принимал. Были другие люди, более добрые, более, как сказать, отзывчивые и так далее. Что творится сейчас, это страшно говорить и подумать. Мне интересует, почему молодежь нынешняя, она выходит, неважно, болотная там, не болотная. И за что она борется в вашем понимании? Ведь, казалось бы, сейчас все есть. У них есть все, о чем я никогда не мог мечтать. Против коррупции. Так, минуточку. Коррупция – это прекрасно. Я согласен, что коррупция – это зло. Но! Вот что предлагает молодой человек, который идет туда? Я против коррупции. Хорошо. Коррупцию… Потому что они не могут найти работу. Я бы хотел понимать, что движет нынешними молодыми ребятами, которые, в принципе, все есть. У них доступность к тем материальным благам, которых не хватало в 90-х, такая, что молодежи 90-х и не мечталось никогда. Я вот хочу понимать для себя, я уже, может быть, запутался во всем, потому что слишком много прожил и много видит, побывал во всем мире и так далее. Я хочу понимать, что ждет в сегодняшнее время молодых ребят, молодых людей, потому что я его вижу, в моем понимании, оно страшнее и тяжелее, чем время 90-х. Вот это мое личное мнение. Хотя я за то, чтобы было лучше вот так, чтобы не было перемен, не было революции и так далее. Вот как вы смотрите, что можно было бы писать сегодня? Вопрос тяжелый, потому что мы с вами, похоже, примерно ровесники. То есть я точно так же не понимаю, как и вы. Я точно так же запуталась, как и вы. Единственное, что я знаю совершенно точно, это то, что молодежь рубежа 2000-х, первого десятка 2000-х, действительно была больше ориентирована на соответствие глянцу. А вот сейчас, когда у них это все есть, они, во-первых, начали терять к этому интерес, а во-вторых, они очень остро почувствовали то, к чему мы с вами, люди нашего с вами поколения, были привычно тренированы с детства, поэтому нас не раздражает. А их раздражает, они не прожили советского времени, они пытаются уйти от манипулирования, мы-то с вами привыкли, что нас зомбируют и нами пытаются манипулировать. При советской власти мы себе выработали свой барьерчик самоиронии и подпольного самоиздата и анекдотов на кухне и прекрасно как-то балансировали, жили. У них этой тренировки нет. И когда они созрели, я ему вспомнилась 18, 20, 25, и они увидели кругом вранье и воровство, наглое, беспринципное, нахальное и открытое, и им пытаются объяснить, что так и надо, и это правильно, нет. Они не умеют, они не привыкли к такому. У них этих защитных барьеров нет. Они просто протестуют. Они не хотят, чтобы ими вот так руководили и управляли. Мы стерпим, мы тренированные, закаленные. Они не стерпят. Они понимают, что альтернативы. Я не могу сказать, что это не слышно. Я говорю, понимаешь, многие из них, что альтернативы, да, вот сейчас управляют. Вот в том-то и дело, что они не понимают. Они просто протестуют против попыток манипулирования своим сознанием и своей жизнью. Это просто молодой протест. Я бы тоже, наверное, протестовала, если бы мне было 25. Просто я старая черепаха тортила и умею терпеть. Они терпеть не хотят. А предложить им действительно нечего. Они не знают, как. У них недостаточно знаний профессиональных, философских, экономических, политических. У них недостаточно жизненного опыта, чтобы сформулировать, а что взамен, а что дальше, а что делать. Что делать они не знают. Но они чувствуют, что их обманывают. И у них вот, 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 нет, терпеть не будут. Да материально у них у всех хороших сотрудников. Не надо говорить, что у них у всех замечательных возможностей продвинуться. Друзья, мы уже начали... Друзья, простите. Мы уже начали собирать книгу 2010-й годы, похоже. И уже пора. Значит, спасибо всем. Мы ставим большое-большое длинное-длинное многоточие, потому что работа продолжается. Мы всех приглашаем в автор книги. Регистрируйтесь на сайте, посылайте свои истории. Мы будем очень рады. И я надеюсь, что мы встретимся еще раз и еще раз про это поговорим. Спасибо большое всем. Марина Анатольевна, вам огромное. Дорогие друзья, давайте поблагодарим. У нас в гостях сегодня была одна из самых популярных писателей и прозаиков нашей страны Александра Марина. Поверьте. Поверьте. И сегодняшнюю встречу проводила литературный критик Лариса Пульсом. Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, если у вас есть желание, у вас есть время, может быть, кто-то книжечку хочет подписать. Если есть желание, пожалуйста, есть различные книги на выкладке. Можете подарить цветы, сказать спасибо, поздороваться или подписать какую-нибудь книжечку. Пожалуйста, по одному поднимайтесь на сцену. Спасибо. И многие из моей соседей в коммунадии. Вот очень в этом. Спасибо. 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 Спасибо.